За 2014 год санитарно-эпидемиологической службой Брестской области сделано немало. Этот факт отметила главный санитарный врач Брестской области Нелли Гиндюк на конференции, посвященной подведению итогов. И это действительно так, за истекший период благодаря плодотворной работе специалистов, в том числе совместно с органами власти, проведению комплекса профилактических мероприятий удалось достигнуть стабильной ситуации по большинству инфекционных и паразитарных болезней. Об этом отчетливо говорят цифры. В целом по 66 нозологическим единицам достигнуто снижение заболеваемости, она осталась на прошлом уровне или не регистрировалась вообще. Необходимо отметить, что в прошедшем году, благодаря проведению комплекса мероприятий, нам удалось снизить заболеваемость туберкулезом, в том числе туберкулезом органов дыхания, туберкулезом с бацилло-выделением. Уменьшилась заболеваемость аскоридозом, энтеробиозом, такими важными заразными кожными инфекциями, также педикулезом, чесоткой. Необходимо отметить, что мы наконец-то добились снижения заболеваемости сальмонеллезом почти на 30%. И в истекшем году вообще не регистрировалась бактериальная дизентерия. Совсем недавно особенно актуальной для жителей области была тема прививок против гриппа. Массовая кампания иммунизации проходила с октября по декабрь. За это время предпринятые специалистами меры по минимизации последствий заболеваемости позволили обеспечить прививками порядка 600 человек. В сравнении с прошлым годом цифра заметно возросла. Результат иммунизации населения тоже положительный. Анализ показывает, что за 2014-й зарегистрировано лишнее значительное количество случаев гриппа у прошедших процедуру. Немаловажным фактом является и то, что учреждения образования на карантине закрывались. Ситуация по заболеваемости гриппом в 2014 году говорит нам об огромной эффективности этих прививок. Количество заболевших гриппом в прошлом году уменьшилось более чем в 200 раз. И это результат нашей профилактической работы. В текущем году мы имеем 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. И все они у непривитых против гриппа. И это доказывает еще раз эффективность работы как в плане недопущения последствий у человека, так и недопущения экономического ущерба для населения нашей области. В соответствии с разработанными в 2014-м типовыми программами производственного контроля и реализации тех, которые были созданы ранее, на протяжении года велась тщательная проверка таких объектов, как детские и дошкольные учреждения, школы, оздоровительные лагеря, дома-интернаты, учреждения здравоохранения. Как отмечают специалисты, положительная тенденция в этой сфере наблюдается. Явных нарушений не обнаружено. В большинстве случаев санитарные нормы соблюдаются. Что же касается объектов торговли, которые находятся под особым контролем, многие из них проверку не прошли. По этой причине и были закрыты. Только начиная с 11 декабря до начала года мне пришлось вынести 41 предписание о закрытии 41 объекта на территории области на разные сроки в зависимости от выявленных нарушений. А они в основном касались выявления просроченной продукции, нарушения условий хранения продукции, отсутствия документов, утверждающих безопасность или же несвоевременное проведение уборки в помещениях торгового зала, в подсобных помещениях. Массовые мероприятия, проводимые специалистами Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, несомненно, дают свои плоды. Благодаря кропотливой работе врачей на Брещене сегодня наблюдается стабильная ситуация. Достигнут хороший результат по снижению болезней. Обеспечена санитарная охрана территории. Продолжение следует...